Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Комментарии, ребята, которые поверг меня в шок и в ступор. У многих людей в семьях, где один-два ребенка, дети так не живут, вы молодец, пример для нас, для многих. Ну, сказать, что я шокирована, это ничего не сказать. Интересно, а чем же дети Лёле живут лучше, чем остальные все дети? Ну, хотя бы привели пример, хоть как-то конкретизировали. А Делия Були? Ну, хорошо, у кого из вас, товарищи-хомячки, дети ходят галехоньки по улице? Интересно, раз. Во-второе, ну, купила гаджеты. У кого из ваших детей нет телефонов, нет компьютеров, ноутбуков или планшетов? Конечно, они есть у всех. Но, наверное, у вас просто в доме нет проходного двора, где тетя сменяется за тетей, непонятные личности мелькают по дому и приезжают 2-3 месяца, и новое свежее мясо для удава приехало. У кого из вас чего нет? У вас у детей нет телевизора, нет спального места, полотенец, постельного. Чем именно ваши дети обделены, что вы так конкретизируете, что многие живут хуже, дети, в отличие от Лёлиных? Наверное, ваши дети не давятся яйцами в сухомятку или, в лучшем случае, не получают молочную кашу. А, возможно, вы не можете себе позволить 3 раза в день искупать собственных детей. Хотя мне интересно было увидеть, когда же Лёлькины дети все-таки 3 раза в день ходят чистенькие, свеженькие и успевают купаться. Если на завтрак давятся яйцами, ну, а сейчас есть няня, конечно, фартанула. Им, возможно, дадут молочную кашку. Вы знаете, вот эти комментарии меня вергнут в шок. Ребята, я представляю, в каком ужасе живут дети вот этих пишущих. То есть такое ощущение, что они остановились на развитии, вот смотрят на Лёлю, понимают, как у неё всё круто, но как у них всё плохо относительно неё. Или у них какие-то ассоциации, что все дети, я не знаю, чуть ли в проголодь не живут, я не знаю, там в нищете болтыхаются. Обратите внимание на детские садики, школы, вузы, техникумы, колледжи, неважно. Обратите внимание, как одеваются подростки. Ну, скажем так, 99% детей хорошо одеты обута. У 99% детей есть гаджеты. Я смотрю на молодёжь, и я не обращала внимания, чтобы кто-то сильно бедствовал и нуждался. Вы представляете вообще, чего они пишут? Ну, единственное, что есть у Лёлиных детей, в отличие от остальных детей, это мама-попрошайка. Это мама, застирающая папу в угоду зрителям. Вот это есть в отличие от всех детей у Лёлиных. И, конечно, блогерская жизнь. Вот это то, что отсутствует у 99% детей. Поэтому, скорее всего, именно это имел в виду Хомячук, когда написал, что вы пример для нас, для многих. Поэтому, да, вот представьте, скорее всего, вот это для них и является показательным. Выставлять, например, голого ребёнка на камеру. И действительно, я шокирована подобными комментариями, что у Лёлькины дети 10 живут лучше, чем у некоторых 2-3. Ну, грусть и печалька. Просто грусть и тоска наваливают на меня, когда я такое читаю. Хочется спросить, да, среди кого вы контактируете, с кем вы взаимодействуете, что вы считаете Лёлю показательной мамашей. Ну, и далее, конечно же, понеслось. Лёля утверждает, что те, кто пишут про бумеранг обмана, твари божьи. Лёля, а ты кто? Хотя, девочки, обижаться на это нет никакого реально смысла. Если человек себя называет тварью, а потом добавляет божьей отца своих детей тварью и чмом, и с сакуном засанным, то что можно хотеть от Лёли? Это считайте, да, что она вас сравнила с собой, то есть обласкала себя, что она любимую любит, значит, и вас любит, как никого, по большому счёту. Далее, конечно, Лёлька начала возмущаться, что все пишут, почему Вероника голая постоянно в кадре. И вот интересно, Лёлю не смущает, да, по большому счёту, что она транслирует голого ребёнка на Ютубе? Но как-то не очень, да, если разобраться, люди абсолютно разные. Согласитесь, ребята, наверняка на просторах Ютуба есть и педофилы, и разные извращенцы, но Лёля не понимает действительно, что в этом такого транслировать ребёнка. Это точно так же, как она Сашу летом снимала, без верха, просто проходящую по улицам парка какой-то, да, какой-то парковой зоны, и реально шокирующая людей. То есть все помнят этот кадр прекрасно, когда мужик, который предлагал покататься всем на пони и лошадках, увидел голую Сашу, ужаснулся и просто отбежал в сторону. И, кстати, это нормальная реакция на полуголого ребёнка. Но Лёля вспоминает себя в детстве, как она в труселях рассекала на речке до 8-9 лет, и это была норма. Да, возможно, 35 лет назад, там 30 лет назад, это была норма. А ещё там военное время, да, послевоенное, вообще без нижнего белья, возможно, кто-то ходил. Но давайте вспоминать, что было где-то и когда-то. Раньше не было и такого количества извращенцев, и раньше жили совершенно по-другому. Ну, ребят, давайте быть объективными. 21 век на свете. Не просто так придумали детские купальники, потому что в 8-9 лет явно девочка уже начинает формироваться. Формироваться именно в девушку. Поэтому нормальные люди понимают, конечно, почему нельзя девочку выставлять в труселях плавающую. Но одно дело, если ты уже, я не знаю, куда-то забрёл, забыл купальник, ребёнок покупался. Но совсем другое, как Лёля ещё любит это всё снимать и транслировать. Вот здесь у меня вопрос в её здоровой кукухе. То есть Лёля не увидела ничего страшного в том, что её Саша ходила без верха, да, транслировала себя и мама. Мало того, её не смутило, что люди смотрят. Она решила, что это ещё, конечно же, необходимо всем показать и на Ютубе. Мы все должны это увидеть. Но, как сказала Лёля, её дети любят ходить галёхоньки. А Вероника к одежде не привыкла, у неё постоянные потницы от этого и постоянное раздражение. Вот у меня возникает вопрос, как такое может быть. И, кстати, ребята, хотя бы, да, если даже твой ребёнок, там, ты его голово носишь. Ну, плевать, это твоё личное дело, что происходит у тебя в доме. Но, когда ты транслируешь это на Ютуб, я бы однозначно прикрыла ребёнка, хотя бы потому, чтобы не напороться на каких-то извращенцев и понимать то, что с моим ребёнком в этот момент у какого-то дебила, да, могут наичаться нездоровые фантазии. Но Лёля, как мама, конечно, ничего предосудительного в этом не видела. То есть сама в труселях щеголяла и сейчас щеголяющие в труселях дети для неё, конечно же, норма. Ну, и потом опять-таки вернулись к теме того, что, да, её хотели швырнуть на бабки. И, как утверждает Лёля, ребята, вот с этого момента я реально смеялась, что дело не в Боге, да, который её уберёг от мошенников, а дело в Ютубе. Они обосрались по полной от него и поэтому сказали ей всю правду. Ну, то есть верующий человек, да, не думает, что это Бог её спас, да, отвёл от этих людей, а это именно они обосрались с Ютуба. Вот такая вот вся ваша вера Лёли Быковой, вернее, её вера, вы там наивно верите, полагаете, что Лёля верует в Бога. Вот вам и показатель. То есть она здесь очень чётко охарактеризовала всё, что происходило, и она верит в то, что её спас Ютуб. Но никак не Бог отвёл от этих людей, которые хотели её развести. И, кстати, это, да, вот тоже интересный момент, как же верующий человек может всё-таки благодарить больше Ютуб за спасение, чем Всевышнего. Очень странно и непонятно. Ну и далее Лёля рассказала, что очень разбаловалась, привыкла, что её окружают только хорошие люди, которые за неё переживают, денег дают и, конечно же, любят всей душой. Вы знаете, ребят, вот я слушаю вот эти шедевры, и, конечно, вот комменты хомяков, как они её любят, и ужасаюсь. Мало того, что ужасаюсь, даже больше удивляюсь. Для меня, например, абсолютно непонятно, как можно любить чужого, незнакомого для тебя человека. Как можно полюбить человека, которого в реальной жизни ты даже не знаешь, то есть ты видишь этого человека исключительно по роликам. И люди забывают, что в роликах им показывают то, что считают нужным. Единицы есть блогеров, которые такие, какие они есть. Они играют на камеру, да, вот как раз-таки ради просмотра. По крайней мере, сколько я наблюдаю за блогерами, вижу очень много фальш. Можно, не знаю, там, наверное, на руках пересчитать, но, может, там, чуть больше рук, да, от тех блогеров, которые естественные и натуральные. Но здесь, глядя на Лёлю, вот они именно любят её, хотя объективно даже не понимают, что они её не знают по большому счёту. Она им просто транслирует видосы. И, конечно, выходит в стримы и рассказывает ровно то, что они хотят услышать, а не то, что есть на самом деле. И поэтому, конечно, они Лёлю очень любят, удивительные люди. Любить нужно родных и близких людей. Ну, друзей любить можно, животных, да, можно любить, там, о них заботятся и тому подобное. Но когда любят совершенно незнакомого человека, ну, вы знаете, это то же самое, что я сейчас, например, полюбила всей душой какого-нибудь певца, только за то, что он хорошо спел песню. То есть я его не знаю, да, вот никаких других его человеческих качеств, принципов, ничего не знаю. А вижу его исключительно на экране. Не люблю, например, за то, что он спел хорошо песню. Вот так же для меня это смешно, ребят, выглядит. Ну, и, конечно, вернулись к теме Вероники. Лёля утверждает, что все, кто, да, возмущается, что всех, кого удивляет голый ребёнок, для неё странно, что это может быть неприятно. И то есть те, кто пишут, что неприятно видеть девочку раздетой, голой полностью, маленькую Веронику, Лёля утверждает, что эти люди извращенцы. Но зато те, которые пишут ей кисель в уши, да, о том, что какая она славненькая, какая она хорошенькая, голёхонькая, так и хочется её потискать. Блин, ребята, фу, меня такое поражает. Почему? Потому что, ну, во-первых, это не гигиенично, мацать и трогать своими руками голенького ребёнка. А во-вторых, поражает вот эти, да, какие-то порывы у посторонних чужих тёток, но Лёлю это умиляет. И вот действительно, люди правильно пишут, что неприятно это зрелище, потому что понимаешь, что ребёнка транслируют раздетого. Интересно, чё Лёля свои сись сандры в таком случае не вывалит на камеру, но если она считает, что люди извращенцы, которые призывают её одеть Веронику, вывалила бы из себя голяка, ну а чё так? Если это естественно, если это комфортно. Как утверждает, кстати, сама же Быкова. Ну и далее перешла тема, да, образования Даниила. Хомячки так и написали, не волнуйтесь, во втором классе Даниил всё наверстает. Ольга же говорила, что по нескольким причинам он не усвоил программу первого класса, одна из которых он почти не ходил в школу. Ну да, и мама по этому поводу не волновалась и никак не напрягалась, и даже не пыталась с ним заниматься. Вы знаете, ребят, для меня это тоже странно и непонятно. О, ты видишь, что ребёнок тяжело адаптироваться в классе. Я всё могу допустить. Ему тяжело, он вырван из привычной среды обитания, ранний подъём. Но у каждого ребёнка свои биологические часы, какие-то ритмы, степень развития. У каждого всё индивидуально. Ребята, ну простите, вот какая мама будет сидеть, видеть, что ребёнок не понимает, не знает, понимает, что идёт сейчас, идут самые азы, самое начало, и будет сидеть на опе ровно. Ну хорошо, он не ходил, ходил, вернее, редко в школу. Лёля это подтвердила на стриме. Возникает вопрос, почему мама не садилась с ребёнком и не пыталась заниматься. Когда Лёля рассказывает о том, что дети не хотели усваивать, и мне от этого становится смешно. С детьми нужно заниматься, чтобы они хотели это усвоить. Искать подход, искать свои методы, но нащупать это можно однозначно. И вот это меня поразила фраза, то есть, да, ребёнок не умеет читать, не умеет писать, не усвоил программу первого класса. А Лёля сидела и им любовалась. Вот он сидит дома, не ходит в школу. А Лёля сидит рядом, пилит видосы и любуется, умиляется. Какой же замечательный Данил. Не тянет программу первого класса, ну и ладно, во втором классе подтянется. Ребята поражают меня вот такие мамы. И после этого они кричат, что Лёля мама года. Ребята, действительно, это уникальная мама, которая спокойно воспринимает то, что ребёнок не тянет программу. При этом, при всём, если ты уже видишь, ребёнок сидит дома с Лёляными доходами, ребята, найми репетитора, найми человека, который подготовит твоего ребёнка к первому классу. Либо который обучит его, да, вот этим азам-навыкам первого класса. Ну нет, Лёля сидела и ждала, когда же произойдёт чудо. Но главное, как хомяки её при этом защищают. Действительно, ни в чём она не виновата, вот, ну, не получилось. Зато сейчас Данил обязательно всё наверстает. А где гарантия, что наверстает, если мама и сейчас не очень этим интересуется и не очень напрягается? Лёля находит оправдание всему. Ничего страшного не происходит. Всё у него впереди. Ну да, ну да, вот так и хочется мне сказать. Ну и далее, конечно, началось. Хоть одна тварь, приведите пример, в чём я обманула. Ну, во-первых, не твари, да, ну, а коль пошёл вопрос такой, да, пожалуйста, на баню собирала? Собирала. Бани нет. На отопление хомяки давали? Давали. Лёля кричит сама. На электрику давали? Конечно, давали. Опять кричит сама. За доходы тоже врёт постоянно. Электропастух. Ребята, давно был сбор на электропастуха. А потом Лёля его благополучно отрекламировала, хотя хомяки дали на него денег. И сказала, ссылочка в описании на электропастух. Получила на шару, но ещё и подписоту на стриг, которые оплатили её электропастух. Поэтому по поводу того, что я не вру, вот, пожалуйста, врёт, как дышит. И причём неоднократно. Это я так по-лёгкому прошлась, не вспоминая всю череду событий. Врёт Лёлька регулярно. Ну и опять-таки, даже вот этот момент, как она буквально сама недавно кричала, что Женька покупал металлоискатели за деньги с донатов. И жил на широкую ногу. Вот ещё один обман. Лёля, тебе же люди давали на конкретные цели, а никак не на металлоискатели твоему Жене. И здесь бы вопрос, давали бы они на металлоискатели конкретно или нет. А они давали на что? На стройки, на сено, на зерно твоим животным. А Женька и бегал по полям, искал какие-нибудь клады. Поэтому обманула ты много, а кричишь, кого же я обманула и когда? Вот тебе, пожалуйста, целая серия твоего полноценного обмана. Даже за вот эти донаты, ребята, я была в шоке. Когда она ляпнула ещё, что это было куплено за деньги с донатов, за те деньги, которые давали люди ей на какое-то развитие. Женя шёл и спокойно покупал, тратил их так, как он хотел. Вот и делайте выводы, хомячки, куда уходят деньги. И как вас ни разу, конечно же, никто ни в чём не обманул. Вот это, ребята, было шедеврально с её уст, чтобы хомяки сразу понимали, куда уходят их деньги. Вот интересно, дали бы они конкретно на металлоискатели, Женя, на игрушечки? Или бы нахрен послали? А также они во что веруют? Что они дают многодетной матери на улучшение качества её жизни и, конечно же, её детей. Ну вот так вот, ребята, для меня это выглядело. Продолжение ещё, конечно же, будет. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!